Расположенное в ЦИМ поселке Шимкента предприятие снабжает углем весь Южный Казахстан. После Нового года сотрудники ТО только вторые сутки работают в полном режиме. Долгожданное твердое топливо из Екипастуза наконец поступило. В первую очередь уголь отгружают предприятием юга. Так, например, представитель цементного завода загрузил полный КАМАЗ. Не замернут сегодня и жители Актаса. Асан Тойшеев, занимающийся перевозкой угля в частный сектор, довезет его до места, где твердое топливо уже на подходе. «Трудно стало работать. Не знаешь, когда будет уголь. Говорят, что вагонов нет. Я уже пятый год занимаюсь перевозкой. Такого раньше никогда не было. Такая ситуация сложилась в конце прошлого года. Приходится ждать уголь неделями. И это несмотря на то, что он подорожал. Тонна сегодня стоит 12 600 тенге». Специалисты предприятия подтверждают, цена на уголь действительно выросла. Если раньше поставщики отпускали тонну твердого топлива по 11 тысяч, то уже с нового года она выросла еще на 1600 тенге. Были времена, когда уголь был запасом. Однако с прошлого года приходится оправдываться перед клиентами. Мол, нет вагонов, не скрывая недовольства о сложившейся ситуации, говорит менеджер ТО «Азамат». Из-за несвоевременной поставки вагонов уголь к нам поступает с опозданием. Ждем твердое топливо неделями. А ведь у нас есть обязательства перед клиентами. Это и предприятие, и тепличные хозяйства. Последним уже надо рассаду высаживать, но они не могут, потому что мы их углем не снабдили. Хоть и сделана предоплата. Такая же ситуация с Тэцкинтау. У них тоже запасы угля заканчиваются. Жители также жалуются. Но что мы можем сделать? Самостоятельно решить вопросы поставки вагонов предприятию не по силам. Поэтому необходима помощь областного управления энергетики жилья коммунального хозяйства и, возможно, главы региона. Если проблема не решится в ближайшие дни, то жители многоэтажек Кентау и частного сектора Южно-Казахстанской области останутся без тепла, а владельцы тепличных хозяйств понесут серьезные убытки. Шанар Уоразова, Амантай Ульбеков, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании ОТРАР.